Вот это у меня была третья стоянка. Там у меня мебель. Бо дом разбираем, переезжаем на Киев. И тут мебель сгорела. Вон мебель, пожалуйста. Что вона? Вона уже не хуже. Все хорошо, что у меня четыре рабочих было. Если бы рабочих не было, то дом бы сгорел, баня бы сгорела и дорожка моя бы сгорела. Вон все, температура такая была. Котел, камера морозильная. Все поплавилось от температуры. Тут стоять невозможно было. У меня свет обрезали, когда погорело все. У меня все было до конца, пока не выбило свет. Все, поехали, подсоедините. У вас кабель сгорел. Ну где кабель сгорел? Вон никак не мог сгореть, там пламя не было. Главный инженер говорит, вот снимок, говорит, твой столб сгорел. Я глянул на той снимок, говорю, на моем столбе фонаря немае. И он вот это начал. И только уперлись все. Начальник РЕСа, главный инженер РЕСа, купляй кабель. Вот я купил, 850 гривен отдал. Теперь жду, чтобы они приехали, подсоединили. Здесь электрики без всякой проверки отрезали просто, потому что был рядом очаг пламени. И они больше руководствоваться ничем не стали, как объяснили. Здесь был пожар, провода оплавлены, мы его подключить не сможем, потому что замыкание было. Но, скажем так, не то что было, оно будет замыкание, якобы предположили. Мы сказали так, надо будет, делайте проверку. Делайте проверку через счетчик проводов. Если они замкнуты на самом деле, это один вопрос. Но ежели человека надо подключить, чтобы он работал, а не полил бензин, потому что ему никто не возместит за это. Они не хотят это делать, мотивируя тем, что, а вот столб сгоревший, я не могу туда электрику послать, а вот у меня на вышке нет бензина, потому что мне дали, хотя над бензином были обеспечены в работу все, это могут подтвердить МЧСники, это могут подтвердить в администрации. Вот, но потому, поскольку у нас частные собственники, как у нас, говорят, идет децентрализация, и надо организациям работать самостоятельно, они это считают по-своему. Я не поеду туда этого делать, потому что у меня на сегодняшний день нет бензина, и меня никто не снабжает. Так что я, как пострадавший, должен снабдить все это дело, а вы позаботились обо мне, когда шел пожар на деревню, и вы думали, кто из вас должен тушить пожар, то ли МЧС, то ли это должна быть служба леснического исполнения все это проводить. Никто этим не стал заниматься. Видите, вот по сей день работают службы лесного хозяйства, до сих пор не потушили пожары. Это, конечно, хорошо, что они дежурят. Но средства выделяются, конечно. Смотрите, вот горелый, вот черный, поплавленный. Вот еще одна часть, такая же. Поэтому обоснованно мы меняем этот кабель. поиск. Выкладываем поиск. Для меня documentary былоpletно, а также посмотрели, что я была лучей. Их выкладываем поиск. Вдох, выкладываем поиск. Смотрите, все, что мы не смогли выйти. Мы не смогли выйти. Продолжение следует...